Газпром добычи на дым один из лидеров отрасли в стране. Это компания, некогда начавшая эпоху большого северного газа. Сейчас она поставляет четверть всего объема газа, добываемого Газпромом. А еще это градообразующее предприятие, которое обеспечивает стабильной, престижной, желанной высокооплачиваемой работой тысячи жителей Надымского района. На 1 декабря 2021 года коллектив «Газпром добычи на дым» насчитывает 9927 работников широчайшего спектра профессий. Газодобытчики и энергетики, ремонтники и транспортники, связисты и медики. Всего в компании насчитывается около 150 профессий. Больше всего производственников в самых крупных добывающих управлениях в Медвежинском, Надымском и Ямальском. В то время существования Ямальского ГПУ у нас ежегодно прирастает численность. Так, например, вот за последние 17 лет численность увеличилась с 220 человек до 1055 на сегодняшний день. Самые богатые годы, и эти годы у нас предшествующие пуску. У нас с опережающим ростом принимали постоянный персонал для того, чтобы персонал мог подготовиться, мог понять ожидаемое производство. То есть на действующую ГПУ мы стажировали персонал и затем с пуском в новых объектах переводили на новый объект. Газпромодобыча на дым в постоянном движении и в развитии. Потребность высококлассных профессионалов есть всегда. Ежегодно работу здесь постоянную временную или сезонную находит около тысячи человек. У производственников свой режим. Чаще он связан с вахтовым методом работы. В рамках привлечения персонала мы делаем упор, естественно, на людей, которые проживают в Надымском районе, также на людей, которые проживают в Ямал-Нецком автономном округе. Если показать цифры, про десятитысячному нашему коллективу, у нас 6 тысяч работников работают по вахте. Из этих 6 тысяч мы привлекаем только 600 человек по межрегиональной вахте. Это наиболее сложные, квалифицированные специальности и профессии, те, которые невозможно в рамках округа нам рекрутировать для работы на нашем предприятии. Помимо газодобытчиков, самая востребованная рабочая специальность – водители и электромонтеры. Самая редкая – стекольщик и медник. Компания формирует и свою потенциальную интеллектуальную лигу. Профориентация начинается в «Газпром-классах», которые работают в Надыме, Пангодах и Ярселе. Обучение в «Газпром-классе», конечно же, дает огромное количество возможностей, которые помогут тебе вообще в дальнейшей жизни, в дальнейшей твоей работе. Знающие люди рассказывают нам, что как происходит, уже наставляют нас. Как раз-таки эти люди уже опытные в этой сфере. И мы, ну, подразумевается, что в дальнейшем будем коллегами. Также предприятие ищет молодых и перспективных в открытых конкурсах молодых специалистов на право трудоустройства в дочернее общество «Газпрома». Масштабная кадровая работа всегда в тесном контакте со службой занятости. В этом году 30 человек смогли пройти стажировку, а 75 подростков поработать летом. Общество «Газпром-добыча на дым» является одним из самых основных, серьезных, ответственных и надежных социальных партнеров службы занятости. На протяжении многих лет у нас наладились деловые отношения. Около 300 вакансий поступило в службы занятости от общества. И при взаимодействии со службой занятости более 150 человек было трудоустроено в общество. Среди них, конечно же, большую часть занимает временное трудоустройство. Конечно же, обществу требуется высококвалифицированная рабочая сила. Естественно, спрос на вакансии в «Газпром-добыча на дым» очень высокий, но несоответствие квалификации, заявленной на вакансии, и соискателей, конечно, заметно. Отбор кандидатов серьезный и тщательный. К примеру, инженерную или рабочую должность могут претендовать до 4-х человек. Здесь выбирают лучших из лучших. Кадровая политика ведется на то, чтобы постоянно существовал резерв кадров, чтобы не было определенных сложностей у нас и с приемом на работу, и в то же время с подготовкой своих кадров. Мы постоянно рассматриваем документы, рассматриваем кандидатов. На каждое место у нас имеется порядка 4-х кандидатов, из которых отбираются лучшие, а затем проходят соответствующие проверки, и мы принимаем их. Устроиться к работодателю мечты сложно, но можно. Важны грамотное профильное образование, прохождение производственных практик, высокая квалификация или наличие стажа. Главное – желание работать. Идеальное резюме, я считаю, это то резюме, которое необходимо в настоящий момент времени. То есть, когда тебе нужен специалист, либо работник, и в это время подходящее резюме приходит на электронную почту, либо посредством личного обращения. Вот это резюме, я считаю, идеальным, потому что оно в нужное время, в нужном месте. Я устроилась на работу по программе «Газпром-класс», которую я окончила в 2017 году. После этого я отучилась в университете в Казани, и сразу же меня взяли на работу. Большую роль в становлении меня как специалиста играют мои наставники. Они подсказывают мне, как нужно работать в программах. Сотрудничаем каждый день. Без этого я бы с самого начала не справилась. Через 5 лет я вижу себя высококвалифицированным специалистом, человеком, у которого горят глаза к работе, и который готов становиться лучше и лучше с каждым днем, как профессионал. Мне очень повезло, потому что я стала первой выпускницей «Газпром-класса», и по целевой программе поступила в Тюменский индустриальный университет на специальность «Экносферная безопасность». В результате я устроилась работать в «Газпром-добыче на дымоуправлении по эксплуатации вахтовых поселков». Через 5 лет я хочу закончить магистратуру, повысить свою квалификацию как профессионал, получить новое образование. Возможно, даже рассматриваю переход в аспирантуру, повышение дальше по должности. Стать частью коллектива «Надымских газовиков» хотят многие. Актуальные вакансии размещаются на портале службы занятости «Работа в России». Плюс можно заполнить анкету-резюме на сайте предприятия в разделе «Карьера». Компания открыта для грамотных, квалифицированных и активных специалистов. Здесь бывают вакансии для работников с ограничениями по здоровью и студентов-практикантов, для выпускников вузов и работающих летом подростков, для простых рабочих и сверхквалифицированных специалистов с тремя высшими образованиями и научными степенями. Если говорить о потребности насущной, в настоящий момент, то, в принципе, можно было бы обратить на такие профессии, это как наладчики дорожной техники тяжелой, также станочники, токари, фрезеровщики. Вот эти профессии высокоразрядные. В настоящий момент наиболее востребованы. Сегодня о работниках предприятий все чаще говорят, как о человеческом капитале. Люди перестали быть просто исполнителями. Они – стратегический потенциал своего работодателя, основа его конкурентоспособности. Нет сомнений, что именно человеческий ресурс играет определяющую роль в подъеме экономики и развитии эффективности современной промышленности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова